И липковое дерево в горшке. Ну, придумали. А, вот там мы были, на той площадочке стояли. Надо мечтать. Вот я мечтаю жить в таком месте. Красота. Девочки, села на ступеньках, сижу. Потому что Алина там навигатор, никак не может определиться, в какую сторону нам ехать. Я сижу отдыхаю. Вот эти цветочки белые, видите, на заборе плетущиеся, пахнут таким сладким. У меня аж голова кружится от этого запаха. Может, у меня аллергия? Короче, попили кофе, и никак мы не доедем до этой эстрадефоры. Людей здесь не очень много. В основном, Тедески, э, Нельцы. Но вон пошли итальянцы. Место, конечно, потрясающее. Я думаю, вот люди, которые здесь живут, они, наверное, уже не замечают этой красоты. Если бы я, наверное, каждый день видела это всё, я бы тоже... Другие заботы были бы у меня. Может, и правда, что нужно приезжать в отпуск, немножко... Другое что-то видеть. Смена обстановки. С Сукраменто, они едут в другое место, чтобы отпуск провести. Ну что, вот это уже начало этой эстрадыфоры. И это только начало, девочки. Поедем дальше. Это в тоннеле такое окошко. Мы здесь остановились. Вон тоннель, видите. Видите, здесь окошко. Места, конечно, вообще. Миравильоза. Очень красиво. Стартуем. Пока Лина не видит, я снимаю, потому что мне не разрешает с одной рукой ехать. 15 километров в час еду. Не быстро. Обалденные места, просто обалденные. Девочки, гляньте, какие гнезда. Вот висит, вот висит. И на самой верхушке еще вот здесь висит. И первый раз вижу такие гнезда какие-то странные. Надо же. Интересно, что за птица здесь? И опять же, все люди ездят по дорогам нормальным, а мы какие-то тропиночки находим и ездим по ним. Ни одной живой души здесь не ездят.